Бабье лето в городе. В регионе во второй раз прошел фестиваль урожая. Этот праздник, кстати, официально проводится только в Омске. Его утвердили специально для дачников. Сложно ли в Сибири вырастить виноград и какие на вкус черные помидоры, узнала Юлия Боброва. Похвастаться своим урожаем на фестиваль пришли больше сотни фермеров, сельскохозяйственных организаций и обычных дачников. И чего тут только нет. Мед, дикоросы, травы и даже экзотические фрукты. И все это выросло на омской земле. Фермеры буквально разрушают стереотип о том, что в условиях омского климата сложно вырастить богатый урожай. Например, дачника Владимира Андерсона называют сеньором помидором. На шестисотках у него растут 4000 корней помидоров разных сортов. А можно попробовать одну маленькую помидорку? Этот сорт называется «Темная галактика». Пожалуйста. На самом деле очень сочный помидор, очень вкусный. И он только внешне выглядит вот таким вот темным. На самом деле внутри здесь вот такая вот красная мякоть. И я могу сказать, что он намного вкуснее обычных помидоров, которые мы в принципе привыкли есть. Хвастаются здесь и экзотикой. Арбузы, персики, виноград. Некоторые дачники не решаются его выращивать. Но фермер Евгений Варлаков говорит, виноград неприхотлив, а на вкус он намного слаще импортного. Можно попробовать? Ну ладно, вам дам попробовать. Слушайте, по-моему, это намного вкуснее винограда, который в магазинах продаются. Я не сомневаюсь. Привкус такой интересный, слегка терпкий. Это мускат, наверное, просто мускат отдают. Сколько лет вы выращиваете? Да лет 30, наверное. И все на свои рачи? Если только не живут, да. Таких энтузиастов среди 300 тысяч омских садоводов немало. Чиновники говорят, чтобы еще больше воодушевить фермеров, в Омске и утвердили официальный день садовода. Это впервые. Сегодня здесь и Союз садоводов России, наш омский филиал. И много мы видим здесь представителей фермерских хозяйств. Абсолютно разная продукция. Вот, наверное, по рядам уже проходили, посмотрели. Задача главная – это показать горожанам, что сегодня могут вырастить наши садоводы. К слову, большинство горожан пришли на праздник, чтобы купить саженцы по низкой цене. Впрочем, региональный минсельхоз уже попросил омских фермеров разработать свои предложения для следующего праздника урожая. Чтобы день садовода в Омске был не просто ярмаркой, а своего рода выставкой достижений народного хозяйства. Юлия Боброва, Александр Рябуха. Новости здесь Омск.